МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». Об основных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Смотрите сегодня. Дойдут ли средства до адресатов? На завещании при главе Чувашии обсудили выполнение республиканской адресной инвестиционной программы. Фигурное катание на автомобилях. В Чувашии отметили День автомобилиста. Каникулы по-итальянски. Чувашские школьники поедут на гастроли в Италию. Как реализуется республиканская адресная инвестиционная программа и с какими дорогами предстоит зимовать республики? Такие вопросы поднимали сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии. Почти 6 миллиардов рублей в 2013 году предусмотрели на объекты республиканской адресной инвестиционной программы. Это долгосрочная программа развития инфраструктуры региона. Благодаря ей за 9 месяцев в Чувашии начали работать десятки важных объектов. В январе-сентябре этого года в рамках РАИП введены в действие 20 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта. Кроме того, введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор в селе Батрево 14 объектов электроснабжения в рамках программы электрификации новых улиц. Однако в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя недобросовестных подрядчиков. Прошу называть ответственных нарушителей выполнения контрактов, которые заключали между главными распределительными средств и подрядчиками, которые выиграют у нас аукцион, а потом ненадлежащим образом выполняют свои договорные обязательства. Государственными и муниципальными заказчиками исполнены либо исполняются с нарушением сроков или качества работ 11 контрактных обязательств по объектам РАИПа с общим объемом 227,9 миллионов рублей. Перечислю несколько таких объектов. Например, в сфере образования, строительства дошкольного образовательного учреждения в поселке городского типа Буинск и Бресенского района подрядчик ООО «Стройкомплект». При работе с такими подрядчиками глава рекомендовал активнее использовать судебную практику. Ну а чтобы у правоохранительных органов, особенно дорожных инспекторов, было поменьше работы в холодное время года, к зиме начали готовить дороги республики. В состоянии на текущую дату для зимнего содержания автомобильных дорог регионального межмуниципального значения заготовлено 76 тысяч тонн песка, что составляет 96% от потребности. Порядка 7,5 тысяч тонн соли – это тоже 97% от потребности. 82 тысячи тонн песко-соляной смеси – 95% от потребности. Из 362 единиц дорожно-строительной техники, занятой на работах в зимний период, и 316 готовы к эксплуатации. Ольга Пыречкина, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили работники автотранспорта. Глава города Леонид Черкесов лично поздравил тех, кто вывозит тонны мусора из столицы. Здравствуйте. Как машины? Нормально. Здравствуйте. Ну, новый автобус, да? Как машины? Леонид Черкесов не просто спросил, но и проверил лично. В этот день городоначальнику представилась возможность посидеть за рулем мусоровоза. Кстати, как шутят сами работники, мусор в Чебоксарах возят на, пожалуй, самом дорогом белом Мерседесе в городе. Его вместе с другими автомобилями предприятие приобрело, чтобы обновить парк спецтехники. Выигрывает от этого весь город. Чистота наших улиц, вот это глобальная задача и одну из важнейших в этой системе выполняет спецавтохозяйство. Это вывоз мусора и содержание в чистоте, вот весь и все городское хозяйство. Практически город постепенно должны перейти на современные мусоровозы и на евре-контейнера. Руководство спецавтохозяйства отмечает, пока вкладываются в развитие предприятия, но в будущем расти будет не только автопарк, но и заработная плата сотрудников. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Отметили День автомобилиста и в Канаше. Там провели конкурс по фигурному вождению среди водителей автобусов. Центральная площадь Канаша на некоторое время превратилась в автодром. На всеобщее обозрение вышли 8 водителей автобусов. Петухов, тяни в первый. В этот раз конкурс прошел в один этап. Участникам пришлось показывать свое мастерство лишь в скоростном маневрировании. Студии, вооружившись секундомерами, определяли лучше. Самый удачливый, быстрый и скромный, от интервью нашему каналу отказался наотрез, водитель канашского ПАТП Максим Столбов. На втором месте Юрий Федоров. Серебро досталось Алексею Асташкову. Не свой автобус, не привычный автобус, но старался немножко. Желательно, почаще надо такие праздники проводить. И перед тем, как на такие мероприятия прийти, надо тренироваться. О значимости и важности подобных конкурсов говорят не только сами водители, но и сотрудники Минтрансреспублики. Поэтому и проводят такие испытания ежегодно. Мы посчитали, что город Канаш, он и транспортный серьезный узел в республике, который заслужил давно право проведения вот этого объединенного праздника и дня дорожного хозяйства, и дня автомобильного хозяйства. Мне бы очень хотелось поздравить всех с профессиональным праздником, пожелать им доброго здоровья, семейного благополучия и счастья. И чтобы действительно они дарили нам только безопасность и дорожного движения, и в плане личного общения, чтобы это всегда было очень комфортно. Поздравления для транспортников республики звучали и в городском дворце культуры. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин специально приехал в Канаш, чтобы отметить лучших и вручить ведомственные награды представителям самой мобильной отрасли. В своем выступлении премьер-министр Чувашии подчеркнул также, что в республике уделяется особое внимание безопасному, надежному и качественному функционированию автомобильного транспорта и пожелал транспортникам безопасных и комфортных дорог. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Республика. Интернет взбудоражили очередные кадры аварий с участием машины ДПС. Накануне Дня автомобилиста на перекрестке Богдана Хмельницкого-Футчика произошла авария с участием Калины и патрульного автомобиля ГИБДД. Свидетели аварии утверждают, что Калина ехала на зеленый сигнал светофора. Машина ВАЗ-2115 на запрещающий. Патрульная машина ехала со спецсигналом, но без сирены. Предположительно, в обеих машинах были видеорегистраторы. В сети появилось видео с регистратора Калины, где видно, как она выезжает на перекресток на мигающей зеленой. А патрульная машина, не притормаживая, выезжает на перекресток. По факту ДТП МВД Почуварской Республики проводится служебная проверка. После представления в виде регистратора патрульная автомашина заехала на перекресток, включенный прорисковыми маячками, на красный запрещает сигнал светофора. Автомашина Лада Калина двигалась на параллель по улице Богданка-Футчика на мигающий зеленый сигнал светофора. В ходе сложенной проверки будут выяснены все обстоятельства совершения дарного транспортного происшествия, и виновные лица включены в беспилерной ответственности. Защитить своих производителей в условиях ВТО. С такой просьбой обратилось к власти руководство одного из предприятий Маргаушского района. На рынок полуприцепов цистерн хлынула зарубежная боотехника, более дешевая, с чем очень сложно конкурировать нашим производителям. О серьезном в праздник в минувшие выходные говорили на торжественном собрании, посвященном 25-летию компании «Сеспель». Чтобы устойчиво стоять на ногах, нужно давать определенные объемы продукции, причем, как принято говорить сейчас, инновационной. На предприятии привели модернизацию производства, продолжают внедрять современные технологии, выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам. Стараются также освоить новые направления, чтобы занять свою нишу на рынке. Это цистерны для перевозки сжиженного газа, которые нужны «Газпрому». Но в условиях ВТО важна поддержка властей, реальные действия и законодательные решения. Мы сегодня фактически заперты ценовой политикой, бушной техники, которая массированно возится в Российскую Федерацию. Мы не можем поднять цены, потому что у нас могут уйти потребители. В то же время за 9 месяцев этого года стоимость электричества выросла более чем на 30%. Обсуждение проблемы продолжится в Москве на презентацию Чувашии в Совете Федерации. Ну а в праздник работники предприятия получили почетные грамоты, благодарность за вклад в развитие предприятия и региона. Находя новые инновационные продукты, вы достойно, наступательно конкурируете с производителями мира. Это событие происходит раз в 4 года. Речь вовсе не об Олимпиаде. В Чебоксарах прошел съезд Чувашского национального конгресса. Представители 26 субъектов России, гости из Белоруссии, Казахстана, Украины и даже Франции и Эстонии. Все они развивают и сохраняют чувашскую культуру далеко за пределами Чувашии. В минувшие выходные эти творческие, интеллектуальные и культурные силы нации собрались вместе на очередном, уже восьмом по счету, съезде Чувашского национального конгресса. Поприветствовать делегатов приехал глава республики. Гости подводили итоги четырех прошедших лет, общались, делились проблемами, думали, как их решать. У нас самая главная трудность – это языковой барьер. То есть мы, Чуваши, родились уже в Пермском крае. Наши бабушки еще говорили по-чувашски. Наши родители, это мамы и папы, они уже частично только говорили, а нам уже сложно сегодня говорить на чувашском языке, потому что на территории нашего Пермского края нет чувашской школы. И то есть вот это главная проблема – сохранение национального чувашского языка. Значение Чувашского национального конгресса для Чувашской республики, для Чувашского мира, оно очень велико. За более чем 20-летнюю историю Чувашский национальный конгресс стал вот на самом деле вот таким неким ядром консолидирующей организации, которые соединяют Чувашей, которые проживают в разных регионах, в разных странах. Следующие годы работать Конгресс будет под новым руководством. На съезде выбрали новый состав органов управления и контроля. Президентом ЧНК стал депутат Госсовета республики Николай Угаслов. Дмитрий Точилов, Ольга Пырычкина, Олеся Русакова, Александр Петров. Республика. Звучным аккордом в исполнении российского ансамбля 4.33 завершились Дни культуры Германии в Чувашии. Точнее не завершились, а плавно перешли в другой совместный проект – Музей кино. Подробности в нашем следующем репортаже. Дни немецкой культуры открываются в Чувашии уже шестую осень подряд. На этот раз все прошло, как всегда, ровно и успешно. Фестиваль, хоть и не стал массовым явлением, исправно собирает хорошую зрительскую аудиторию. Все-таки это молодежь, все-таки это те люди, которым интересно расти, развиваться куда-то. Это на 80% молодежи. И плюс, да, остальные 20% – это, конечно, постоянная аудитория, которых мы постоянно встречаем. То есть это те, кому это интересно, интересно подобные же проекты. В отличие от всех предыдущих лет, на этот раз Дни Германии получили продолжение в виде нового проекта. Один из партнеров фестиваля немецкой культуры – Музей кино – готов поделиться с нашей публикой интересными экземплярами из своей копилки. Произойдет это уже в ноябре, но подробности пока не раскрывают. Зато для того, чтобы уважаемая публика заранее настроилась, показали один немой фильм, снятый в 20-х годах 20-го века, разумеется, в Германии. В качестве топеров выступили участники ансамбля «4.33» Алексея Айги. Кабинет доктора Каллигари – один из первых фильмов ужасов и первых экспериментов стилистики экспрессионизма. Музыка дополняет фильм и в то же время существует как отдельное явление. У Алексея Айги практически всегда так. Слушатели смогли в этом убедиться во второй части программы, где группа «4.33» исполнила музыку к другим кинолентам, а их уже набралось немало. «Страна глухих», «Дикое поле», «Любовник», «Орда» и другие. Сейчас известный сын известного отца работает над семейным проектом. Пытается переложить на музыку Алексея Айги стихи Геннадия Айги. У меня есть произведение на его стихи, называется «По клумпению». Это вот на его 100 вариаций на тему поводского фольклора. Там татарские, марийские, чуварские песни, маленькие стихотворения. Это его известное произведение. Я написал для хора с музыкальной группой произведение. Оно до конца еще не дописано, оно уже два или три раза в Москве исполнялось. Но здесь его пока никто не слышал. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, «Республика». «Мамма ми» или «Каникулы» по-итальянски. В рамках этого проекта ученики 4-й гимназии «Чебоксар» повезут в Италию свою постановку. У нее самое, что ни на есть русское название – «Лукоморье». Мюзикл звучит на английском и еще на нескольких языках. В гимназии идут последние репетиции. Костюмы готовы, декорации тоже. Сейчас «Лукоморье» прогоняют перед родной аудиторией. А через неделю предстоит показать в британской школе в Риме, где обучаются дети самых разных национальностей, и в русской, и в Милане. Так как наши ребята попадают в празднование Хэллоуина, и они попросили, наши партнеры, школы-партнеры, попросили постановки русской сказки. Здесь выступят наши дети и в качестве бабы-ежки, и кощей бессмертного, и так далее. «Лукоморье» должно, если не приоткрыть иностранцам понимание загадочной большой России и маленькой Чувашии, то точно познакомить с традициями – русскими и чувашскими. Постановка на нескольких языках – английском, русском и чувашском. В ней спешены танцы и песни, мотивы которых уже успели облететь планету благодаря Евровидению и бурановским бабушкам. Чтобы провести каникулы по-итальянски, десятикласснику Сергею Заколову, как и остальным гимназистам, говорят, нужно было не просто в совершенстве овладеть английским языком, но еще и продемонстрировать творческую жилку. Я сначала думал-думал, потом пришел на репетицию, мне понравилось познакомиться с ребятами. Коллектив очень хороший, с этим коллективом хочу съездить в Италию, повеселиться, думаю, будет очень классно. Вместе с гимназистами поедут учителя, а также родители, взявшие на себя расходы. Всего 25 человек. Программа очень интересная и насыщенная. Это и экскурсии, это постановка мюзикла нашими обучающимся лукоморья на английском языке, круглый стол, посвященный проблемам языкового образования и, конечно же, о дальнейшем сотрудничестве. Все сейчас в предвкушении от предстоящей поездки. К следующей четверти ребята вернутся, а учителя приглашают на очередную встречу, чтобы рассказать уже о впечатлениях от Италии. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. О спорте. В минувшую субботу на стадионе «Олимпийский» прошел заключительный матч первенства России 2013 года в третьем дивизионе, в котором играла чебоксарская команда. Наша команда «Чувашия» «Дюсыш» обыграла футбольный клуб «Садюсышор» 14 «Волга» из Саратова со счетом 2-0, записав в свой актив 16-ю победу. По разу в сетку ворот соперников мячи забили самые меткие игроки в составе нашей команды. Кирилл Иванов и Евгений Протелеонов. Таким образом, дебютный сезон команда «Чувашия» закончила на победной ноте. Удачно сложился и весь чемпионат. За два заключительных матча «Чувашия» «Дюсыш» досрочно обеспечила себе бронзовую награду. Чувашские команды уже участвовали в первенстве России по футболу среди мужских команд. В 2000 году призовой подиум завоевали футболисты новочебоксарской дружины «Торговый дом Ельникова». Последние пять лет «Чувашия» не была представлена командой в первенстве России. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. В подобной ситуации наверняка оказывались многие. Однако не всегда переломы случаются по такому сценарию. Иногда это происходит буквально на ровном месте. Но это только на первый взгляд. Причина может быть в болезни под названием остеопороз. Сегодня ею страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50. 20 октября более 90 стран мира провели день борьбы с остеопорозом. Чебоксары не остались в стороне. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Девиз всемирного дня остеопороза – сильные женщины делают женщин сильнее. Более 80% страдающих остеопорозом – это женщины, вступившие в период менопаузы. Где тонко, там рвется. Пожалуй, эта народная мудрость точно описывает болезнь под названием остеопороз. По данным специалистов, только в нашей стране подвержены переломам более 34 миллионов человек. В минувшие выходные в Чебоксарах прошли сразу два мероприятия, посвященные проблеме этой безмолвной эпидемии. Одной из них – научная конференция. Докладчиками были сильные женщины из Москвы, Казани и нашей республики. Открывал конференцию советник главы Чувашской республики Николай Николаев. Заболевание из Чувашской республики по остеопорозу до недавнего времени было не очень высокой. Это говорит о том, что, к сожалению, страдала диагностика. И то, что на сегодняшний день мы уделяем такое большое внимание этому заболеванию, это говорит о том, что мы поменяли свое мировоззрение. В Чебоксарах специалисты собрались не случайно. Ваш город передовой. Передовой. И меня это очень радует. Очень многому мы учимся у вас. В Центре травматологии и ортопедии приезжаем, обучаемся. Школа стопороза у вас проводится. Это тоже ваше пионерское движение. Если доклады на конференции предназначались в основном для профессионалов, то мероприятия в Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования целиком посвятили пациентам. Чтобы о здоровье начинали думать с молоду, в Центре провели конкурс детских рисунков на тему «Пусть всегда будет мама здоровой». Всем участникам были вручены дипломы и памятные призы. А звезда опять повисла за окном. Ну а работа по выявлению болезни начиналась прямо на входе. При помощи специальной программы проводился подсчет десятилетнего риска переломов. Ведущие специалисты республики объяснили гостям, Если вам больше 50, то любая неясная боль в спине, искривление позвоночника или потеря роста требует пристального внимания. И без помощи врача остеопороз не победить. Женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет должны получать не менее 1500 мг пищевого кальция. Посмотрите, если вы ежедневно будете съедать пол пачки творога сдобренного сметаны, и попрошу заметить, выпивать стакан кефира и съедать бутерброд с сыром, вы получите в таком случае только половину суточной дозы кальция. Но в то же самое время кальция один в поле не воин. Без витамина Д кальция не усваивается. Затем от теории перешли к практике. Пациентам продемонстрировали, чтобы заниматься собой достаточно совсем немного пространства и времени. Ох, теперь с отдохом поднимаем, тянем с макушкой и через стороны выдох. Проводят такие тренинги в Центре травматологии и эндопротезирования не раз в году. В первую субботу каждого месяца здесь работает школа остеопороза. Стать ее слушателем может каждое. Ближайшее занятие состоится 2 ноября. Редактор субтитров А.Семкин